Что представляет собой так называемый русский мир, семья Яны Шевченко знает практически с первых дней войны. Вражеский снаряд прилетел в их столичный дом на Позняках. В это время внучка Яны, Лиза, нежно спала в своей кроватке. Пять пятьдесят, по-моему. Сильный взрыв. Я честно встала, думала, что-то рядом где-то взорвалось. И я не знаю, какой меня человек научил. У меня одеяло такое большое, я с малой была, ну, с внучкой в комнате. Я накрываю одеялом манеж, и потом уже идет взрыв. Это единственное, что я помню. От сильного взрыва Яну откинула. Она упала и ударилась головой об стену. Вспоминать об этом очень больно. На глаза постоянно наворачиваются слезы. А внучка Лиза до сих пор боится громкого шума. Никому не желаю пережить подобное, говорит Яна. Для нее война длится уже восемь лет. Вместе с мужем они переехали в Киев из Донбасса еще до вторжения России. Но там остались их родственники и друзья. Сейчас Яна вместе с дочкой Настей помогает другим пережить последствия войны. Они поддерживают и людей, и животных. Стать благотворителями им предложила волонтер Зоя Шкурко. В начале войны многие были растеряны и подавлены. Не знали, что делать и как жить дальше. У нас очень много в нашем районе Хрущевок, очень много пожилых людей. Было очень горько, когда поток людей уходил и уезжал. Мы увозили наших соседей с детьми на вокзал. И вот какое-то такое чувство взаимопомощи и то, что надо действовать быстро. Так мы начали помогать. И было главное то, что когда ты чем-то занят, ты не думаешь о плохом. И все твои внутренние силы собраны, и ты действуешь. Первое – это полезно, а второе – это психологически правильно. Сначала помогали своим соседям, рассказывает Зоя. Ведь в первые дни войны были закрыты магазины и аптеки. А людям нужны были лекарства и еда. Затем стали развозить воду и продукты к станциям метро, которые стали бомбоубежищем для мирных граждан. Очень много людей было на подъеме. Они объединялись, помогали друг другу. Взаимовыручка, самоорганизация – это вообще главные вещи в выживании и в стремлении победить. С началом полномасштабной войны украинцы протянули руку помощи друг другу. Большинство людей стали волонтерами. Помогают переселенцам, пенсионерам и одиноким людям. Доставляют гуманитарные грузы в разные регионы Украины. Сейчас в команде Зои трудится более 20 человек. Федор Борисович, это вам обед. А это вам продуктовый набор сегодня. Продуктовый наборчик вам сегодня. И вот эта машина – это первая награда за нашу волонтерскую деятельность, потому что мы разгружали два больших морских контейнера для областной больницы и разгружали их на станции, где рядом стояли вагоны с боеприпасами. И их охраняли терроброновцы. И вот у нас постоянно идет воздушная тревога, постоянно есть опасность того, что сейчас туда попадет ракета. А мы разгружаем контейнер. Они это смотрели, так смотрели, и потом через пару дней им пригнали вот эту скорую. Они сказали, вот вам, пацаны, за мужество. Только в апреле 2022 года на этом авто волонтеры проехали более 9 тысяч километров. Возили гуманитарную помощь в Чернигов, Конотоп, Нежин, в Харьков, Покровск и Бахмут. Люди очень ждут медикаменты. Иногда от этого зависит их жизнь. Вот вы можете видеть, мы собрали сердцевые препараты. Вот, например, Каптоприл. Різные группы. Так как с начала войны в людей, хворих на артериальную гипертензию, на різные сердцевые хвороды, было повышение тиску, это были препараты номер один. Их не можно было купить. И мы собрали, чтобы помогать. Так же анальгетики, можете побачить препараты, антибіотики, загальные действия. То есть мы делаем акцент на препаратах, которые необходимы в первую очередь. Мы заехали сразу после освобождения Чернигова в Чернигов. И я ехала по городу и плакала от злости. В войне мы живем уже достаточно долго, но все равно сознание не хочет верить и смириться с тем, что такое возможно в современном мире. Еще до войны Зоя Шкурко была зооволонтером. Говорит, гуманность по отношению к домашним питомцам – отличительная черта украинцев. Но с началом боевых действий многие животные остались без поддержки и тоже нуждаются в помощи. Недавно польские партнеры передали волонтерам 21 тонну корма для четвероногих. Груз планируют доставить в Харьков, Николаев и Запорожье. И, конечно же, подкармливают пушистых друзей в Киеве и области. Шестеро нас, плюс у соседей еще две собаки и четыре кота, плюс еще во второй половине мы двоих кормим, еще в клинике четыре. Ну, в общем, много-много. Зоя, огромное спасибо. Там консервы на ура идут вообще. И мы в клинике носим тоже. Вот там спасибо управляющему. Они дали место, как бы место. И из Гастумеля живет одна собачка и четверо котов, их сотрудницы. То, что делают российские оккупанты, бесчеловечно. Противостоять им нужно всем вместе, говорит Зоя Шкурко. Поэтому каждый украинец должен заниматься тем, что он может сделать для своей страны. Утром просыпаешься и готов работать только для того, чтобы война быстрее закончилась. Продолжение следует...